Михаил, мы рады вас приветствовать. Это хорошая, добрая традиция, что вы приходите к нам на Русское Радио. Здравствуйте, доброе утро, так держать. Здравствуйте и спасибо. Да, с открытием Рейд и Тея желание с вами пообщаться, оно возросло. Немоверно, причем. Да, так что не будем терять ни секунды, сразу к вопросам. Вот скажите, Михаил, самый популярный, наверное, вопрос обывателя. К чему Рейд и Тея подвергли такой масштабной реконструкции? Начнем с того, что Рейд и Тея не подвергли реконструкции, эту дорогу просто построили. На ровном месте, там, где какие-то же были гаражи или что-то там, непонятно. Пришлось даже некоторые участки выкупить из частной собственности, плюс даже необходимо было сделать исследование, которое изучало не только поверхность, но и то, что было под землей. Потому что исторически на этом месте когда-то был порт, и было ожидание, что там можно будет найти средневековые сооружения. Ну вот и, по-моему, сокровища, да? Даже нашли, по-моему, да? Это нашли и не там. А, да? Ладно. Но об этом писали. Михаил, вы довольны вот тем, что получилось? Ну, вы знаете, когда весь этот процесс происходит перед глазами, вот у меня как раз спросили, проезжал ли я сам. Я, конечно, проезжал, но на сегодняшний день я там больше прошел, чем проехал, потому что по ходу строительных работ, естественно, была необходимость объект регулярно посещать. Я думаю, глобально было просто необходимо построить эту дорогу. Количество машин в Таллине возрастает каждый год минимум на 5%. Это одна из самых узких развязок на сегодняшний день была. Теперь есть действительно возможность альтернативного движения из Ласнама и Пирита в сторону Пухяталина, не заезжая в центр города. И опять же порта. И второй момент это то, что из Таллинского порта все большегрузные автомобили смогут, опять же, не заезжая в центр города, напрямую выезжать в сторону Петербургского шоссе, в сторону Марду. Конечно, это не решит всех проблем. Вот народ сразу пишет, а пробки-то как были, так и есть. Это не решит всех проблем, хотя бы потому, что параллельно со строительством дорог идет увеличение общего объема транспорта. И еще следует признать, что Таллинн обслуживает не только таллиннский транспорт. Более 30% машин в Таллине – это машины, которые каждый день приезжают в город из других самоуправлений. Мы должны строить и ремонтировать те дороги, которые находятся в общегосударственном использовании. К сожалению, и этот вопрос по-прежнему не решен, чтобы получать от государства достаточное финансирование. По поводу финансирования вопросов. Финансирование, да, вот обслуживание, оно будет стоить где-то 400 тысяч евро, да, в УММ, ежегодно получается. Редитэя, да? Да, но надо понимать, что в принципе обслуживание всех дорог – это очень дорогостоящее... Но вот именно этот проект, он стоит свечи или нет? Да, я думаю, что, как я говорил, у нас нет выбора, мы должны строить дороги. И это не последний крупный проект в Таллине. Я бы мог перечислить целый ряд тех проектов, которые сейчас лежат у нас на столе, и которые означают крупные инвестиции и затем обслуживание. Но в случае среди-то, и надо понимать, что это не только дорога, это не только освещение, которое требует финансовых вложений, но это и новая городская среда. Это рекреационная зона, которая точно так же требует обслуживания, потому что в будущем специалисты парка «Кадрёрк» будут следить за озеленением, за деревьями, за кустарниками, которые мы посадили. И я надеюсь, что для многих рейди-тест станет прежде всего новое место для отдыха. А скажите, а будет ли дальнейшее развитие этой транспортной магистрали или нет? Ну, во-первых, по проекту и по договору окончание работ запланировано на конец года. Плюс работы, связанные с зелеными насаждениями, они закончатся, естественно, весной. По весне уже, да. Сейчас еще требуют настройки светофоры. У нас там впервые использована новая система электронных знаков и светофоров, которые координируют дорожное движение. Но это еще требует определенной настройки. Какие шаги дальнейшие будут? Куда двигаться будем? Ну, скажем, безусловно, пробки – это скорее следствие. Причина заключается в двух аспектах. Во-первых, в том, что количество автотранспорта ежегодно увеличивается, как я говорил, минимально на 5%. И, во-вторых, мы должны понимать, что развитие инфраструктуры – это постоянный процесс. То есть дороги нужно строить постоянно. И если мы сейчас визуально представляем себе Реди-Т, то как раз-таки можно было бы проложить такую линию по городу, как мог бы транспорт дальше двигаться, объезжая центр города. И вот давайте представим, что мы по Реди-Т двигаемся в сторону Пирита-Т, по Пирита-Т двигаемся дальше в сторону Коза-Т. Речь про Мустакиеве соединение. И с Коза-Т появляется новая дорога, Мустаки-Ви-Т, которая уже была когда-то давно запланирована. И сейчас мы уже начинаем подготовку этого проекта. Если все необходимые анализы и исследования пройдут удачно, то мы в следующем году уже начнем проектирование. И тогда появится выход с Пирита-Т на Мустаки-Ви-Т. По Мустакиеве мы двигаемся дальше к Лагнаце. По Лагнаце поднимаемся на Смулице. И со Смулице должен в будущем быть построен в сторону аэропорта туннель, который проходил бы под аэропортом, в сторону Тарту-Маунта и Вилензи-Маунта. Малая кольцевая дорога, да? Малая кольцевая дорога, которая является еще одним крупным проектом. Этот проект уже, несомненно, нужно реализовывать совместно с государством. Дальше Вилензи-Маунта в сторону Тервисет и оттуда выход в Мустаме. И тогда уже получается достаточно... Но какая-то комплексная картина получается. Кроме комплексной картины, в принципе, можно говорить о круге, который позволяет без надобности не заезжать в центр города. А если говорить вообще о будущих тенденциях, то сейчас во всей Европе идет тенденция, направленная на сокращение использования транспорта. Вы на чьей стороне? Вот скажите, личного или общественного транспорта? Мне удобно ездить на автомобиле. Не потому что именно на автомобиле это как-то по-особенному, а потому что на автомобиле это быстрее. Если ты в течение дня хочешь очень много всего успеться, то тебе надо быстрее передвигаться. И я, конечно, против того, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы искусственно сужать дороги, делать неудобные перекрестки, чтобы в конечном итоге они когда-нибудь плюнули бы и отказались бы от автомобиля. Я считаю, что это не путь. Но что правда, в будущем, если так количество автомобилей будет расти, у этого нет перспективы. То есть мы в рано или поздно не будет никогда столько дорог, чтобы обслужить все автомобили. Встанем. Плюс влияние на окружающую среду. Это не выдумывали экологи и ученые. Это действительно проблема. Если мы не найдем тому решение, то это будет глобальная проблема, и не только для нашей страны. Это осознание есть сейчас, и поэтому должно что-то поменяться в нашем мировосприятии. И я вот общаюсь с молодыми людьми, у них это уже поменялось. Я думаю, что у меня еще настолько не поменялось, как у молодых людей, которые уже думают по-другому. Они говорят, что надо ездить на велосипеде, потому что это так важно и полезно для окружающей среды. Но я думаю, что 10 лет назад мы никто вот такими категориями просто не мыслили. А сейчас новое поколение уже думает так. Такого количества электросамокатов не было, да? Как в этом году особенно в городе они появились. Ну, конечно, не можем не спросить про бардак на дорогах. На прошлой неделе, когда черный лед, помните, да? Сковал дороги, тротуары. Вторую неделю тому назад, да. Да. Не были готовы? Пришла зима внезапно. Я думаю, что здесь надо нам, как все вместе, посыпать пепел на свою голову. Потому что действительно есть совершенно четкие упущения, в том числе и со стороны городских властей. Мы, и дело здесь не в том, что нам не хватает средств. Мы в этом году выделили дополнительно в бюджет, плюс дополнительно в бюджет следующего года, только дополнительных средств миллион евро. Вот чтобы были бы в резерве каждый раз, чтобы реагировать. Но, как выяснилось, наши партнеры, потому что у города нет своих коммунальных служб. Они, видимо, не очень поняли, что значит быстро реагировать. Это, во-первых. И, во-вторых, видимо, не очень поверили, что мы будем очень жестко штрафовать за это. Нахлобучили, кому надо. И это действительно происходит и будет происходить в будущем. К тому же, я думаю, что, к сожалению, наши горожане не очень понимают, что 80% всех тротуаров находится в ведении не города, а квартирных товариществ и собственников. И вот мы еще летом предупреждали квартирные товарищества, что предупредим, а потом будем штрафовать. Спросим потом, да. Но здесь есть еще один момент, который тоже надо учитывать. Даже те квартирные товарищества и те наши партнеры, которые еще во вторник вечером и в среду утром посыпали крошкой, к сожалению, столкнулись с тем, что дождь, который шел утром, и лед, который сразу же покрывался, просто накрывало эту крошку практически сразу. И здесь в будущем, я думаю, нам нужно будет, наверное, спросить, готовы ли мы отказаться от запрета на использование реагентов, хлоридов для посыпания тротуаров. Потому что когда-то было принято такое решение, что хлориды, соли только для дорог, где проезжают машины, и на тротуары соль попадать не должна. Я читал в Фейсбуке, человек, который занимался рассыпанием этого всего, я говорю, две тонны разбросал в этот день по разным улицам. Поэтому не надо нас обвинять в том, что мы ничего не делали. Я вот о чем говорю, что есть момент того, что где-то не среагировали, но есть и объективный момент того, что именно в таких погодных условиях стопроцентно избежать скользкого льда невозможно. От серьезного давайте мы такую веселенькую ноту поставим. Да, мы разработали специально для вас рубрику. Блиц-опрос такой у нас. Было или не было? Я по-прежнему нахожусь под впечатлением от прошлого вопроса. Вот сейчас будет еще интереснее. Свежие впечатления на подходе. В общем, было или не было в жизни Михаила Кылборта. Вот так называется. Надеемся, что да, вы ответите искренне. Мы со Светлой друг с другом только по-честному выступаем. Итак, было ли такое, что вы прогуливали уроки в школе? Да, было. Привет, мои классные руководители. Хвастались своим черным поясом по тэквонду? Нет. Было ли такое, что вам предлагали взятку? Да. А было ли такое, что вы передаривали ненужные подарки? Да. Вот. Было ли такое, что вам приходилось прикладывать крепким словцом? Таким матерком легким. Нет, не использую. Было ли такое, что вы писали кому-нибудь любовные письма? СМСки, имейлы? Да. Было ли такое, что вы нарушали правила движения? Ну, если вы никому не скажете. Мы никому не скажем, честно. Все закрыли уши. Было. Михаил, было ли такое, что вам хотелось бы вернуться в детство? Да. Было ли такое, что вы пробовали курить? Да. Ну и в конце концов, вы давали себе когда-нибудь интервью перед зеркалом? Нет. Даже не репетировали. А как это? А как это? Ну, хоть один ответ от Михаила должен был быть. А как это? Или как в прошлый раз, а кто это? Кто такая волочковая? Вот, вот, вот. Вот поэтому для того... Вы теперь знаете, кто это? Я знал и тогда, просто у меня такой вопрос был неожиданный. Вот видите, Михаил всегда приходит подготовленным в утреннюю программу «Полный вперед». Мэр столицы Михаил Килверт у нас был. Михаил, еще раз огромное вам спасибо. Вы к нам заходите почаще. Да, приглашайте. А мы с удовольствием пожелания столичным водителям, жителям, просто нашим радиослушателям. Мне кажется, сейчас уже самое время поздравлять с наступающим Новым годом. И елка как раз наша. Да, потому что сейчас уже хочется праздника, хочется больше свободного времени, а его все равно нет. Но хотя бы в душе и в мыслях быть почаще со своими близкими и родными. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Восторг с наступающим. С наступающим.